Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Huawei Nova 10 SE. И сейчас мы узнаем, какие классные фишки есть в приложении камеры данного телефона. Что ж, заходим в само приложение. И нас встречает, ну такой, обычный режим фото. В принципе, ничем не помещающийся, но есть настройки, в которых можно, во-первых, включить реакцию на жест, но это работает только во время селфи-съемки. Допустим, вот есть такая тема. Можно настроить жест, помахать в камеру. И если вдруг... Ага, вот, показали мы свою ладонь, забрали, и через буквально 2 секунды с таймером делается снимок. А также то же самое можно настроить на улыбку. Если камера видит улыбку, она автоматически будет снимать. Классная штука, чтобы словить эмоции. Реально. Разрешение видео ничем нас особо здесь порадовать не может. Какие частоты кадров на самом деле. Но есть классная штука, это еще High Resolution. То есть, весьма... А, высокое разрешение. Которое поможет нам сделать крутые и качественные фотки. Также можно еще сделать двойной вид. Который... Который поможет нам... Вот, двойной вид, который поможет нам снять и зад, и вперед. Можно также сделать такое маленькое окошко, которое будет плавать по основному окну. Можно их поменять местами. Вот. Ну и... Если мы перейдем в фото. Есть еще одна классная фишка. И еще. Если мы нажмем на эту кнопку, то искусственный интеллект будет помогать нам делать фото. Что весьма, если честно, интригующе для меня. И есть также классная фишка, функция A-Lens. То есть, объектив искусственного интеллекта. Где можно воспользоваться сканером QR-кодов. Допустим, есть QR-код. Давайте попытаемся его просканировать. Весьма быстро сканирует он. Ничего не надо нажимать. Просто берет и переходит по сайту, который... Был зашифрован в QR-код. Вернемся обратно. Есть возможность шоппинга. То есть, если вам понравилось что-то просто, найдите точно такое же и купите его. Благодаря этой функции это весьма несложно. Есть возможность перевода фотографии. Например, есть статья. Большая статья на английском. На английском мы читать не умеем. Наводим это все дело на текст. Фоткаем. Надо, чтобы вам тоже было видно. В общем, есть вариант перевода фотографии. Где мы сначала Сделаем фотку, а потом уже будем Почему-то размыдать. Допустим, возьмем поближе. Кстати, не хочет делать фотографии. Но мы можем воспользоваться переводом с дополненной реальностью. В общем, перевод фотографии. Это... Если мы сфотографировали что-то. Простите, сейчас из-за света я не могу сфотографировать, но... Перевод фотографии. Это если мы что-то сфоткали. И потом уже выделяем текст. Тоже можно его скопировать. Перевести. Либо перевод с дополненной реальностью. Это когда мы держим просто текст, ничего не фотографируя. Но благодаря интернету все это дело переводится. И мы уже видим, типа, поверх нашего английского текста русский текст. И идентификация просто. Допустим, мы что-то опять-таки сфотографировали. Идентификация покажет нам, что это. Все вот эти результаты поисков с интернета и тому подобное. И можно также воспользоваться сканером калорий для спортсменов, для людей, которые следят за тем, как они питаются. Это реально прекрасная штука. Просто наводите на свою еду этот сканер. И он вам будет показывать, сколько калорий в нем. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч. До встречи. 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 До встречи.